Всем привет! Если вы хотите начать зарабатывать деньги онлайн, в интернете, в валюте, ни на кого не надеяться, быть самим себе боссом, вы попали по адресу. В этом видео я расскажу о том, как без профессиональных навыков, без опыта начать зарабатывать онлайн, вот прямо сейчас, после просмотра этого видео. Вам потребуется желание, и я думаю оно у вас есть, компьютер с интернетом, это я думаю у вас тоже есть, и если мы говорим о заработке в валюте, знание английского языка на среднем уровне. Если же у вас с английским языком ну никак, смотрите мои видео, где я рассказываю, как улучшить знание, и у меня есть другое видео схожего плана, как зарабатывать онлайн без навыков, ссылка на него в описании этого видео. Как же так можно зарабатывать в валюте без никаких либо навыков, без никаких вложений, звучит подозрительно, но на самом деле это распространенная практика, потому что есть такие задания, которые машины еще только учатся выполнять, и вы можете помочь машинам обучаться. Такие задания называются microtasks. Это когда вы, живой человек, нажимаете определенные кнопки, подписываетесь на определенные каналы, просматриваете рекламу, скачиваете приложение, проходите опросники, если это уже вам поинтереснее, пообъемнее работа, и получаете за такого плана задания доллары. Это может быть как 1-2 доллара, это может быть и 10, 20, 30, 50 долларов за задание, зависит от объема. Я буду более конкретно рассказывать про каждую платформу, какого типа задания ожидать и какую оплату. Но в среднем, если мы говорим о такой полной занятости, когда вы работаете целый день, 8 часов в день, вы можете заработать 50 долларов, даже имея средний уровень английского языка. Но это если вы уже поднаторели, если вы грамотно подходите к выбору заданий, вы уже знаете, какие задания вам даются легче, быстрее, вы оптимизируете свою работу и таким образом увеличиваете свой доход, количество пройденных заданий. Сейчас я пройдусь по каждой из платформ, покажу вам, и вы сможете тогда судить, что вам больше нравится, какую платформу выбирать. Начнем с платформы название всем известное Amazon, и у этой платформы есть подразделение Amazon Mechanical Turk. Здесь вы можете выполнять вот эти микрозадания, и сейчас рассмотрим конкретно какого плана. На главной страничке расписано, что приходят работодатели, они размещают задания, и workers, работники, выполняют. Поэтому, когда вы регистрируетесь, выбирайте make money, create a worker account, потому что вы именно будете работником, исполнителем. Есть два вида аккаунта, работодатель и исполнитель. Вводите ваш email, пароль, все по старинке. Затем вам надо будет заполнить информацию о себе, общего плана country of residence. Это где вы проживаете, в какой стране, хоть в Зибабве. Выбирайте ту страну, где вы проживаете по факту. И затем ваше имя, фамилия, полный адрес с почтовым индексом, номер телефона и то, как вы услышали о платформе. Заполняйте всю эту информацию и отсылайте. И фишка этой платформы, что вас будут рассматривать. Как правило, одобрение вашей заявки занимает пару дней, но если вы не слышите от платформы в течение недели, тогда, скорее всего, вашу заявку не примут. Но ничего страшного, это происходит не так-то часто, поэтому, надеюсь, вашу заявку одобрят. Теперь давайте перейдем в кабинет и посмотрим конкретнее на типы заданий, какие вы можете видеть и на оплату. Здесь мы видим generating conversations. И сразу есть такая фишка, да, как красный крестик, то есть вы не подходите. Если у вас страна проживания, к примеру, не США, как здесь запрашиваться, чтобы только было США, тогда сразу крестик вы не можете даже поддаваться. Но, как видите, есть работа с кнопочкой accept work. Это то, что подходит вам под требования работодателей, их все устраивает, что вы, допустим, с Украины, и вы можете работать. Давайте посмотрим на большее количество работ. Вот здесь сейчас 903 показано. И фишка этой платформы, что задания очень быстро обновляются. Если вы хотите получать самое классное задание, классное, это значит, те, которые занимают немного времени для выполнения и оплачиваются адекватно, тогда вам надо быть онлайн, вам надо отслеживать. Потому что, как только задание получило то количество заявок, которые работодатель указывал, все, задание снимается. И вот в таком режиме онлайн, типа гонки, происходит выполнение заданий. Поэтому я бы советовала, если вы хотите заниматься, зарабатывать на этой платформе, быть онлайн и рассматривать. К примеру, transcribe a document — это значит напечатать документ какой-то. Или что мы тут ещё видим? Так много заданий — там напечатать текст, картинки. Да, или найти официальные веб-сайты немецких городов. Есть, конечно, задание, что надо знать английский язык, написать какой-то отзыв, там, о фильме, о трейлере. Но вы к этому можете отнестись как к практике английского языка. Конечно, если не идёт речь о статье, потому что если надо напечатать целую статью, вряд ли вы будете qualify, да? У вас будет достаточно опыта и навыка для выполнения такого задания. Давайте отсортируем по reward. Reward — это как раз деньги. То, зачем мы здесь, да? Сколько вы можете ожидать за какое задание. И посмотрим. Вот 10 долларов — это выходит самая высокая оплата за задание. Ну, снова-таки, задание может занимать, там, буквально минуту, пару минут, может занимать полчаса и час. И здесь надо посмотреть. Вот как только задание начинается не просто такое машинальное, а имеет какую-то креативность в себе, допустим, give us ideas for communicating, дайте нам идеи, тогда уже оплата повыше, но и работы больше. И если вы готовы, так сказать, расписывать на английском языке, тогда вы сможете и больше денег зарабатывать. Вот коронавирус у нас всё в тренде везде. Расписывать. О коронавирусе, боже, сколько заданий. Снова коронавирус. И вот видите разные опросы. Survey — это опросник. Пройти там, указать ваше... Мы об этом ещё поговорим дальше в видео. Ну, указать ваше имя, фамилию, где вы проживаете и ваше предпочтение. В зависимости от того, какой опрос. Давайте рассмотрим более детально. Вот здесь есть опрос по COVID. Снова-таки наш любимый коронавирус. И в данном случае мы не подходим, потому что мы не находимся в таких-то штатах. Здесь уже определённые штаты. И у нас написано, что у нас недостаточно hits. Дело в том, что пока вы не набрали определённое количество выполненных услуг, работодатель говорит, сколько это должно быть, там, 10, 50, 100. Вы не можете подаваться на определённое задание. Не все работодатели такие избирательные. Это я так просто вам открыла, и получился такой вариант с крестиками. И, кстати, когда вы только появляетесь на платформе, вы можете податься до 100 заданий в месяц. Пока у вас вот всё по нулям. Теперь смотрите. Когда вы получаете имейл, вам надо будет заполнить налоговую информацию. Не беспокойтесь. То есть это больше для американцев. Если вы не проживаете в штатах, то есть ваш citizenship другая страна, тогда вы просто указываете эту страну, ваше имя, фамилия, и эта декларация отправляется, и вы платите ноль налогов. То есть вас это не касается, касается только американцев. Поэтому не волнуйтесь. Теперь можно также провести превью, рассмотреть задание конкретнее. Вот, допустим, пройти опросник. Что-то из себя представляет. У вас 20 минут, и говорят о том, что обычно на выполнение этого опросника уходит 11 минут, и за это работодатель платит 26 центов. То есть, конечно, копейки, но если вы наловчитесь, вы можете, скорее всего, и быстрее проходить. Давайте вот чисто на примере посмотрим ваш пол. Сколько вам лет? Я здесь всё буду так просто от фонаря. Буду азиаткой, не буду я латиной. Так, страны разные. В общем, видите, их интересуют налоги, заработок. Сколько вы получаете до налогов. Ваше образование. Это может быть практика английского языка для вас, если вам интересно поупражняться. Если у вас дети. И confirm это подтверждение. И вот так мы и проходим все вопросы. I have no children. Если работа, есть работа. Где вы работаете? Вот эти вопросы такие типичные. Всё время задают о доходах, о работе и о детях. И в конце надо согласиться с правилами. Да и всё. Вот так мы и прошли один опрос. В среднем на него уходит 11 минут. У нас ушло на него. А, это ещё не всё. Так, какой провинции вы проживаете? Окей, Онтарио. Я здесь затем просто в своём аккаунте указала Канада. Поэтому у меня запрос по провинциям. Снова такие о работе. Снова такие о детях. Видите, какая весёлая работка. Если есть кнопка, на кнопку нажимаем. Вот это тоже такой частый вариант, когда надо выбрать, согласны вы с утверждением или нет. Completely agree. Полностью согласны. И completely disagree. Совсем не согласны. И так вы и расставляете. Затем, сколько раз за последний год вы ходили в кино или смотрели Netflix. Ну, тут так тоже можно расставить от фонаря, как у нас говорится. Так, снова за 12 месяцев что вы сделали из этого? Вы скачали музыку бесплатно. Вы играли в игру на телефоне. Сколько часов в неделю вы тратите на игры на ваших девайсах? 30 часов, к примеру. Снова такие надо согласиться с правилами. Всегда это вся конфиденциальность. И можно или decline, или потерять всю наработанную работу. Или же accept. Всё. Мы всё сделали. Можно закрыть эту вкладку, которая, как видите, автоматически открылась. И complete. Это значит, всё, завершили. Но снова-таки перед тем, как мы приём к другой платформе, хочу сделать акцент, что самые классные работы. Те вот такого плана опросники, которые хорошо оплачиваются, уходят быстро. Потому что работодатель выделяет, допустим, мне надо 15 ответов. И эти 15 ответов, желающих сделать эти 15 ответов, могут появиться за минуту и разобрать. Поэтому, если вы хотите зарабатывать побольше, чем 26 центов за 10 минут, тогда сидите на платформе и ждите хороших заданий. Потому что, так как видите, конечно, оплачиваются копейки. В основном, если мы говорим о работе за 10 долларов или 8 долларов, это где надо уже расписывать на английском языке текст. И к этому типу заданий, я думаю, многие из вас ещё не готовы. Давайте перейдём на другую платформу. Следующая платформа, к которой мы перейдём, касается такого типа работы, как тестирование. Тестировщики, да, user testing. Когда вы нажимаете на разные элементы сайта, мобильных приложений и затем составляете свой отчёт, что работает, что не работает, записываете свой экран и делитесь им. Возможно, вы слышали о таком сайте whatusersdo.com, крупный сайт, но сейчас он сделал ребрендинг и теперь он называется IntelliZoom Panel. Суть та же, просто другое название. Я ссылочки оставлю в описании, вы посмотрите, чтобы не блуждали по интернету. Теперь давайте конкретней посмотрим вопрос, который нас всех волнует. Денежный. How much money can we make? И написано, что оплаты зависят от сложности заданий, и в основном это 10 долларов, но может быть, если это простой опросник, 2 доллара. Опросники, как видите, считаются такой работой самой непыльной. Теперь что вам надо? Вам нужен ваш телефон, компьютер, интернет, Wi-Fi, да? И как вы сможете получить ваши деньги? Вот это интересный момент. Через PayPal. Если через Amazon Mechanical Turk вы можете выводить деньги на ваш счет в банке, то через большинство других сайтов только через PayPal. И если у вас нет возможности пользоваться PayPal, посмотрите, у меня есть видео о том, как если вы с Украины пользоваться PayPal. Если вы с Россией, у вас PayPal есть, вы сможете с ним работать. Но это такой важный момент. Хочу сразу оговорить, что большинство из платформ, о которых пойдет речь дальше, будут работать только с PayPal. И написано, что в течение 21 дня после заработка. Снова-таки проходим все там ваше имя, фамилия, ваш адрес запросят, подтвердить все, пройти капчу. И после таких простых манипуляций, активации вашего аккаунта через ссылку по почте, вы сможете перейти. Теперь смотрите, как это работает. Вам нужна будет видео, веб-камера, чтобы записывать видео вас, говорящего, и микрофон. Вот такие платформы, User Testing, как правило, требуют лицо человека. Поэтому, если вам некомфортно, вряд ли вы сможете быть тестировщиком. Я считаю, это, так сказать, никто вас толком не видит, никто особо не волнуется, там, как вы выглядите, поэтому комплексовать не стоит. И давайте пройдем вот Practice. Practice не оплачивается, это чисто пример того, что вам надо и как это работает, чтобы вы лучше понимали, когда дело перейдет к реальному заданию. Чтобы работать с этим заданием, снова-таки расписано, что вам надо, ну, понятное дело, видео, аудио. И вам надо будет проговаривать ваши мысли вслух. Снова-таки, если хотите практиковать ваш разговор на английский, вам сюда. Start Study. Соглашаемся, да, со всеми, без этого никак, со всеми условиями. И вам надо будет установить extension, согласиться на доступ аудио, видео. Это все чисто автоматически происходит, просто надо эти все кнопочки понажимать. To participate in the study will need to be able to collect your behavior. Они будут записывать ваше поведение. И снова-таки, да, how to think out loud. Вы можете посмотреть это видео, можете просто послушать меня, чтобы все это видео не рассматривать. Мы сейчас вместе пройдем. Ну, как видите, чувак сидит и просто вслух будет говорить, что он видит. Я вижу женщину на веревке. Но снова-таки, все, говорим на английском языке. Поэтому, если вы не готовы говорить, снова-таки, user testing не для вас. Но если у вас английский intermediate, то есть вы делаете ошибки, но вы говорите, там, I can see a table, к примеру, тогда вы сможете этим заниматься. И давайте попрактикуемся. Так, надо будет им также запись экрана предоставить. Окей. Посмотрим, чисто какое задание. Снова примеры. Прям такие ненастойчивые, чтобы мы обучились. И вам будет показываться... Так, что вам будет показываться? А, сначала подтвердите, что вы все сделали, что настроили микрофон, что у вас тихое место, потому что важно, чтобы вас можно было слышать. И вот здесь расписано уже, наконец-то, конкретнее, что от вас хотят. С красным выделено think out loud. Думайте вслух. Пощите в Google ближайший кофейник вам и озвучивайте имена, которые вы видите, которые выйдут в поиски Google. Давайте придем к заданию и посмотрим на примере конкретней, как это работает. Расширение в браузере будет записывать все. Как видите, вот эта красная точечка у колоссовой говорит о том, что записывают экран. Мы вводим closest coffee shop, то, что попросили от нас, near me. и смотрим на лист, и вот мы должны говорить, окей, там, я вижу такие-то кофейни, я вижу the roasted bean, big be coffee and city coffee house, и они находятся там, то вот это то, что первое выходит. И затем так вот пролистываете и вслух озвучиваете название тех кофейн, которые вы видите. Да и все. В принципе, как видите, такого прям супер разговорного английского вам не надо. И буквально заглянем на другую, не менее популярную, знаменитую платформу по тестингу, называется user testing. Принцип тот же. Вам надо будет зарегистрироваться имя, фамилия, проживание. Эта платформа очень популярна. И тоже работает с PayPal. Рассказывается конкретный процесс. Ну, понятно, вы берете тест, который будет стоить где-то 10 долларов за 20 минут проведения. И вам надо будет поделиться своим фидбэком, своим отзывом. Смысл тот же. Вы будете наговаривать. Вы устанавливаете софт от этого сайта, который будет записывать ваш экран и вас, и ваш голос. Смысл тот же. Давайте перейдем к другим сайтам с другим типом заданий. Следующий сайт, который вы можете рассмотреть для заработка, называется whysense.com. Здесь можно зарабатывать, ну, хоть они и пишут, там, вот, 50 долларов и плюс еще 5 долларов, и вы можете еще и выиграть деньги. Тем не менее, я рассчитывала, где-то так, буквально 10 долларов за час работы. Очень много наших, вы можете видеть по флагам. И давайте перейдем к процессу регистрации. Join now. Вся та же система, email, адрес. И затем, когда вы уже подтвердите ваш аккаунт через ссылку в email, вы переходите в категорию paid surveys. Это как раз те микро-таскс, да, мини-задания, опросники. И давайте посмотрим, например, сколько мы можем ожидать. Ожидать мы можем 62 цента, 3 доллара 26 центов. Все на английском языке и расписано по времени, сколько занимает. Конечно, лучше выбирать там, где побольше денег и поменьше времени. К примеру, последний вариант за 3 доллара 84 цента за 5 минут вы можете, да, заработать. И сначала, снова-таки, вам надо будет рассказать о себе, пол, возраст. И на всех платформах я вот пишу 18. Важно, что вам больше 18, что вы совершеннолетний. Если вам меньше 18, вы зарабатывать на этих платформах не можете, к сожалению. И если вот мы так посмотрим, здесь есть 64 цента за полчаса или 10 долларов за 10 минут, но, скорее всего, такого плана, опросник будет требовать много текста, вам надо будет много печатать. давайте посмотрим, мне интересно, что он предлагает, этот работодатель. Сайтик грузится, грузится. А, то, что я говорила, смотрите, да, надо расписать vacation of your dream, отпуск вашей мечты. куда бы вы пошли, что бы вы сделали, как вы туда будете добираться, when you get there, what will you do? Ну, чисто там какой-то бла-бла-бла, я так напишу несколько слов, чисто посмотрим, что там дальше, надо еще что-то делать или это и все. Казумел. Я там была, так понравилось. Снова такие о налогах информации. Да, значит, этот текст, это не единственный вопрос в этом опроснике. Налоги, заработок. И начинается. Соглашайтесь со всеми нашими правилами, но, понятное дело, иначе никак. Иначе никак. И, я так понимаю, что будет больше и больше вопросов такого же плана в этом семье, с детьми. Как видите, здесь можно зарабатывать 5-10 долларов в час, больше в зависимости от того, какие задания вы выбираете и сколько времени у вас уходит на выполнение заданий. Также на YSense, если вы перейдете в главное меню, вы можете увидеть еще задания, касаемые App and Tasks. Давайте перейдем на сам сайт, потому что это отдельный сайт, на котором можно зарабатывать. Можно через платформу YSense, а можно напрямую. Поэтому всегда лучше напрямую идти. Там тоже будут эти наши микрозадания. И сейчас посмотрим конкретнее, как это работает. Переходим на сайт apppen.com. Снова-таки, вам должно быть 18 лет. Хороший интернет. Здесь мы будем помогать работать с данными, помогать усовершенствовать искусственный интеллект. Переходим в Jobs. И то, что я вам и говорила, Micro Tasks. Apply. Подаемся на то, чтобы зарабатывать на платформе. Там ваш возраст, год рождения. Ой, там должно быть больше 18. И только через PayPal выводим деньги. Проходим все эти туры. Смотрим. Когда вы подтвердите ваш аккаунт через ссылку в email, вам будут доступны работы. То есть сначала это буквально несколько, вот мне вообще показывается только три. Но затем, если вы больше выполняете работ, у вас высший уровень, здесь есть своя иерархия, тогда вам будет доступна больше работы. В основном, это будут задания вот такого плана, Transcribe Data. Вам надо будет то, что вы слышите на слух, печатать. И поэтому желательно, чтобы у вас был хороший английский, или если это текст с картинки, тоже его перепечатывать. Чтобы таким образом учить искусственный интеллект, какое слово что, все задания только на английском. И здесь вас также попросят пройти тест на знание английского языка. Поэтому здесь уже, я бы сказала, если у вас уровень Upper Intermediate английского, тогда можно подаваться. И давайте перейдем еще на один вариант. Следующий сайт, на котором вы также можете зарабатывать, и он хорош, потому что здесь вам уже, в отличие от других, не надо владеть английским в совершенстве. Достаточно хорошо знать английский, но не на этом акцент, потому что вот на этом сайте Lionbridge вы будете зарабатывать больше как переводчик, больше как человек, который знает два языка. В вашем случае, к примеру, это будет русский и английский. Давайте посмотрим, как это все работает. Мы перейдем на главный сайт, в раздел Testers и посмотрим работы. Сразу давайте их отфильтруем по знанию языка. В нашем случае это Russian. Досубно три работы. Окей. Видите, три работы в трех разных странах. Казахстан, Беларусь и Украина. Переходим в украинский вариант и смотрим их требования. Пять дней в неделю до одного часа в день, то есть такая как подработка, да, знание русского, английского в течение там года. И вот из интересных requirements, требований, несмотря на то, что вы там должны знать украинский язык, не, знать русский язык, проживать в Украине, надо, чтобы у вас был опыт проживания в России. Такое странное условие, но оно имеет место быть. По всем другим параметрам, я вас уверяю, вы подходите. и вы будете получать там до 30 реклам в день. В данной работе вам надо будет оценивать рекламы, их читать и ставить им рейтинг определенный. Это занимает буквально вот оценка 30 реклам до часа. Здесь вы будете получать уже получше. Конечно, зависит от, сколько вы будете получать, зависит от того, сколько вы подходите. сначала надо заполнить всю эту информацию. Там есть у вас Facebook-аккаунт, есть у вас Instagram-аккаунт. Как видите, всё достаточно просто, как вы услышали об этой возможности согласиться со всеми правилами. И затем вы подаёте заявку и ожидаете ответа. Есть ещё один сайт, где мы помогаем искусственному интеллекту получать информацию. Называется clickworker.com. У меня с этим сайтом как-то не задалось, хотя он рабочий, на нём можно зарабатывать. И снова-таки все эти задания простые. Надо перейти на вот early money as a clickworker и вашу заявку будут рассматривать, как было с Amazon Technical Turk. Вы снова-таки ведёте информацию о себе и если вашу заявку примут, вы сможете зарабатывать на платформе около 10 долларов в час. Вот такие есть доступные варианты и решать вам, хотите ли вы усовершенствовать свой английский язык и заодно зарабатывать деньги или всё-таки вы хотите обучиться навыку и уже предлагать ваши услуги фрилансеру в какой-то определенной области. У меня есть об этом видео, посмотрите его, если вы хотите не сидеть вот так вот онлайн, а больше всё-таки творить. Всё зависит от ваших желаний. Как видите, можно сделать вывод, что ваш час работы варьируется, он может стоить и 1-2 доллара, может стоить 5-6, в среднем может стоить 9-10 долларов, и это мне кажется оптимальный заработок, если мы говорим о microtasks. Важный момент, данные платформы не занимаются благотворительностью, за то, что они предоставляют вам работу, они взимают свой процент, свою комиссию. Также процент взимают платёжные системы, через которые вы выводите заработанные деньги. Я записала отдельное видео, где делюсь, как сэкономить на этом, как поменьше тратить деньги на такого плана в международных переводах. Посмотрите его, чтобы всё, что вы заработали, максимально оставалось у вас в кармане, а не в кармане других людей. Спасибо за просмотр, если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч!